соня и сюда и сюда хлеба нет надо в т.б. прогуляться купить на ужин хлеба папка сходил за хлебушком в т.б. так где вода вода на столе воды нет потеял водичка 25 10 это у нас какая бомбу ассон 510 пакет гривна сардельки своя линия австрийские килограмм 135 гривен на 64 89 мы очень редко в т.б. берем колбасы просто так получилось что сегодня не сходили в наш колбасный любимый магазин поэтому сейчас уже время ночь ребятки время 11 часов вечера поэтому взяли в т.б. хлеб 8 40 вот этот вот белый роглик роглик написано рожок алтайский рожок а написано на чеке роглик не рогалика роглик так две штучки цена 8 40 как булка хлеба ничего себе так сахар 1370 и два чая мята 1 и ромашка взял на всякий случай ну ладно лена любит и ты сейчас пьешь такие травяные чаечки по 960 за упаковку все такие покупочки шопа надо уже время поздно начало 12 уже пошел ребятки всем доброе утро так сегодня у нас 14 февраля всех сразу поздравляю с праздником с праздником влюбленных а вы влюблены леночка ты соника идешь а что да прям пижаму не снимаешь прям сверху куртку накидывая выйди она в туалет сходит и все мы сегодня заспались ребята поздно встали мы вчера легли в часа четыре где-то короче мы вчера там долго сидели лякали втроем и то и все у нас бывает такое прошибает а поговорить короче поздно легли и поздно встали соника грустная какая то вот мне кажется лена она грустит потому что хочет туалет давай мы тебя подождем на завтрак да ты сходи ну да тебе с сыром делать бутерброд не подплавливать с голосом то же самое что у меня с голосом я не могу разговаривать что заговариваешься язык заплетается потому что утро я тоже частенько утром плохо соображаю пока проснусь приду себя так делаем бутерброды без бутербродов у нас же день не начинается это же обязательно наша любимая еда так линия без майонеза вот такие вот попки линии сегодня надо в колбасы сходить взять нормальной колбасы потому что все равно в т.б. вот это вот ну это ерунда ну вчера попробовали по кусочку все равно она ну фиговая колбаса своя линия австрийские какая то она не такая нам надо нашинскую какую-нибудь которой мы привыкли у меня с утра просто низкий голос если я буду говорить ну так вот прям спокойно так вот спокойно у меня низкий голос это кстати у всех обратить внимание какой у вас голос утром и потом допустим там вечером он будет отличаться по тональности по высоте это нормально потому что связки голосовые это те же самые мышцы это мышцы ребята поэтому почему например кто поет рекомендуют заниматься то все потому что эти это ведь и мышцы их можно развить вот так же с утра вот вы встали да у вас там что-то где-то там что-то тянет вам надо разминка там размяться раз это самое чтобы мышцы ваши разогрелись проснулись вот так же и связкам это мышцы и они должны разогреться поэтому отсюда и результат что такой низкий голос у кого-то меньше у кого-то больше то такое но так что вот так вот ребята надо еще где-то впихнуть колбасы сергею доложим так вот так вот прям вот так вот прям все и сейчас берем кусок сыра и фигачим сверху для полного счастья что-то сыр у нас медленно уходит ой лена прошу заворачивай пакетик ты брала сыр нет или это я не завернула он подсыхает эту пленку вообще можно снять подсох видишь так папка пошел холодной прикрой тут дверь ключи восьми ты ж недолго да пошел холодной водой обливаться каждое утро контрастный душ принимает и кричит там из ванной так я себе тоже сыр вот так вот папка сыр не ест ему даже можно и не предлагать все бутерброды готовы ждем лиму сейчас делаю чай и погнали доброе утро ребят всем еще раз привет привет у нас бутерброды с колбасой сосисками за т.б. сегодня надо папка колбасы купить нормальные да все равно это не то сосиски не то да не то да не тот компот вот лечим бутербродики и все одно осталось пироженка кстати смотрится красиво как будто в магазине куплено да да вообще офигенная они готовятся 5 минут да ну продавать сами будем есть и друзей угощать но они сытные я вчера одну съела и блин объелась ты одну и вторую начал есть и такой уже не могу она сытная ну конечно там считай печенье масло его еще можно со сгущенкой делать с обычной сгущенкой но нет сгущенки все что леночку мы подождем чуть-чуть и пьем чай да да а где она есть она соникой пошла сейчас придет все всем приятного аппетита спасибо мам раскрыб ребятки все в машине тут у меня завал был а вот эти надо занести домой все багажник аккуратно положил отобрал ключи всякие что мне надо будет там что пригодится остальное выкинул нафиг листочек еще листочек убрать разобрался с бардаком машине ребята все поубирал там куча была ненужного уже всякие шланги блин болты разгреб два раза меньше стал их вам все прикольно он еще вода надо занести там папка ходил там магазин за колбасой посмотрите что нам принес лени и мне по розочки красивые-красивые ребята смотрите они просто обалденные как вам так лучше показать они просто вот такие вот обалденные красивенные две розы надо одну лени в комнату поставить одну мне здесь у вазочку а вазочка у нас одна совсем лет давай какой-то стакан поставим может вот в такой вот высокий просто стакан и может быть ее наверное чуть-чуть отрезать вот это вот и стакан долин вазочка у меня одна потому что если так о какая твоя подожди сейчас я помню твою вот она твоя если вот так вот она может она может упасть они что разные я вроде оставался одинаково нет они разные они разные папка лен возьми ту покажи мы сейчас покажем возьми вот так вот смотри вот это вот видишь густо набитая внутри но это не распустилась еще а это меньше не она просто не распустилась они распускаются подобные люди разные так ли на как же поставить обрезать да а ну держи на смычка нем как раз чтобы свежий срез был может вообще вот так вот прям с этикеткой нет просто хочу ли не в комнату поставить а мы облокотим где-то об стенку да сейчас да и все да да и надо сахара по моему до насыпать в воду аспирин аспирина а мы же не знаем пропорции какой просто давай сахара насыпем да ну давай или потом в интернете почитаем что там сыпать надо воды хотя бы налить ну да хотя бы воды налить да все а чего еще ты купил у нас тут ого палка колбасы быстро съедаем мы же колбасные эти люди то так колбаса докторская значит килограмм 99 палка вышла на 101 47 хлеб для тостера и а два штуки два хлеба отлично папка ну спасибо тебе спасибо даже вас люблю здесь у тебя одни девочки даже кошки и собаки и те девочки у нас один мужчина в семье так что сидеть меня надо девчонки на руках носить так сейчас будем обедать папка пошел мусор выносить жарю ему два яйца с колбасой это размораживается на ужин надо будет что-то приготовить размораживая мясо это порезанное кусочками типа надбивные может бы сделать что-то типа картофеля по-французски грею суп нам с леной на обед выкидываю персики ребята помните персики покупали и так мы их не доели я слила этот сок который мы такие и такие мы столько продуктов выкидывает персики купили ешьте нет никто так и не ел короче но они сколько стоят неделю больше недели сергей запретил кушать не ешьте давно они стоят выкидывать молоко прокисло тоже никто не пьет короче такое открытие поэтому персики отправляются в мусорку пиу все нету а молоко я не выливать думаю может быть пускай но хорошенько прокиснет будет кефир да сделать оладьи ну посмотрим не всегда но даже прокисает бывает это молоко какой-то в магазинах какой-то непонятно бывает практически таким кисляком пахнет непонятно поэтому пускай стоит посмотрю так яички яички жарим жарим да 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 у нас обед вкусненький папка суп не хочет он кушает яйца что тебе на обед бутерброд и он давай хотя бы с яйцами пожарю колбасу ну ладно давай разнообразие какое-то дома говорили у меня тут что что было в холодильнике тарелочка стояла тут сальцо сосиски эти вот да ты бешеные не очень она ерунда такая морковку открыли и это было вчера лечу и здесь вот такая ушечка осталось да есть надо досмотрели мы сериал этот вот что мы говорили захват захват да затянуто мы ничего так посмотрели ничего нормально себя можно но затянуто меня надо побыстрее вот чтоб в одной серии все суть мне дали если я дальше пойду но сериал как как ты растянешь еще да но так все в жизни просто да или заморачивает так что сегодня вечером папка сядет искать пересматривать читать отзывы комментарии какие-то другие еще сериал вон уже скачивается игра престолов мы не досмотрели а сколько их сезонов то я скачу пятый шестой а ты что помнишь на каком мы остановились не помню мы не знаю сколько мы сейчас сейчас будет посмотрели да или четыре три четыре три походу уже будем да с самого начала начинать смотреть это слишком отравило дофига да вообще интересный сериал игры престолов наверное каждый смотрел а мы что-то нас сбило мы чем-то были в жизни заняты да и или на море поехали или еще что-то это было несколько лет назад да и как-то так забросили вот все так что сейчас просто что-то включим еду поклацаем да уже скачалась наверно на час я снесу ну давай 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 потому что мне гореть придется заново уже на ужин у меня типа картошка с мясом типа как по-французски что ли так лучок нарезаю кольцами не надо полу кольцами так вот не сильно толсто мясо я уже нарезана свинина нарезала и отбила сначала крупным молоточком а потом мелким я три луковицы бабахну потому что вот я люблю поле она его правда выковыривает ну я по барабану блин снимаю другой камерой потому что папка тут забрала сносить я а на этой камере нет экранчика я не вижу что она снимает понимаете что именно поэтому надеюсь что что-то в кадр будет попадать может мои ноги будут попадать не знаю шаг 3 луковица и картошку чтобы быстрее приготовилась я хочу картошку нарезать довольно таки тоненько я в прошлый раз готовила на низ про противень я мясо ложила клау добавляла а потом сверху картошку я хочу тонкий слой картошки потом сверху мясо и сверху еще тонкий слой картошки сверху у меня будет ну все это сыр покрывать надо попозже смотрите нарезаем вот прямо вот так вот руках тоненько нарезаем чтобы быстрее лучше это все прожарилась блин лук едучий глаза печет вообще я в детстве очень обожала это блюдо у меня мама так вкусно его раньше готовила сейчас не знаю потому что сто лет не ела раньше это мое самое любимое если у меня в детстве спросить юля что ты любишь больше всего из еды я скажу курицу и картошку по-французски с мясом я обожала я хочу но обычно я майонез блин час ногти обрежу обычная майонез добавляю а это у меня в холодильнике есть йогурт йогурт всякий без добавок без дополнительный не не сладкий он вообще на сметану похож мне очень и мне он вкуснее чем сметана вот и я наверное может 50 на 50 сделаю и его и майонез не знаю как то так духовка шумня стоит по телевизорам сейчас я буду переставлять на другой стол вот и на всякий случай протвенечек я смажу растительным маслом не знаю на всякий пожарный случай надеюсь пожара не будет папка сел видос мы легли после обеда буквально один час мы дреманули немножко соня вместе с нами что-то она бывает знаете поешь и сразу так хочется спать потому что переедаем когда нормально такой полуголодный остаешься это нормально а стоит переесть и все сразу спать охота глаза закрываются переедаешь потому что организм все силы и начинают тратить на переваривание пищи они переедать блин не получается потому что смотрим телевизор она когда телевизор смотришь что больше закидываешь свой рот чем надо ну я по крайней мере а потом еще чай начинаешь да с чем-то сладеньким я с шоколадка выпила чай и все пошло поехало пошла душа в рай называется длина сегодня целый день рисует свои рисунки она сегодня рисует и нервничает полдня не получается рюда красиво все нет мама ты не понимаешь вот это не так вот это не так верно ничего следующий раз будешь будет так это хорошо что ты видишь свои ошибки другое дело если ты каждый рисунок брала и говорила там о посмотри как у меня красиво как а ты как бы критикуешь это здоровая критика это естественно что заглядывает бы я него камеру просила говорит мамка ну сносится сносится там долго я вчера по на записывала там большие объемы долго она сносится и не дождалась прикрутила вот эту камеру экшен зашел глянуть на что это мама снимает с кем она разговаривает камера то у меня а нифига у нас она не одна просто же решу это неудобно я сейчас не вижу что она захватывает что вам видно но что-то наверное видно так что тут еще есть еще есть у меня уже руки болят я видите тоненько стараюсь нарезать чтобы быстрее приготовилась а есть знаете терки такие которые так кружочками на этот самое специальные измельчители но у меня это как обычно руки юля все ножом и руками делает а этот нож еще такой что и можно короче пальцы порезать мне уже скоро на ногти идти наташа натали теперь я хочу в это что-то светленькая и чуть-чуть короче но это мои ногти это не накладные там они ногти так выросли уже офигеть покороче сделать потому что конечно не очень удобно уже хотя удобно в ушах ковыряться и в носу я шучу я в носу не ковыряюсь если что это и так слову так а если ухо зачесалось очень даже удобно почесать чё говорю как есть все ребята готова вот я щас прям сюда вот в картошку добавляю соль соль добавляю перец перец здравствуй елена что ты там уже спокойно так теперь никакие приправы ничего не буду погнали с этими вот йогуртами майонезами боже я не вот так и сразу укладывать на противень я сразу перемешаю мне как-то так лучше и вроде сочнее получается смотрите видите какой он густой вот такой раз два три вот так вот наверное и где-то дыр да и майонеза я не знаю зачем я это делаю ложкой для чего раз просто два три все это перемешиваю перемешиваю нормально чтобы она сочная было понимаете поэтому ее так вот прям богатенько так много можно кто любит девчонки чеснок добавить чесночка так теперь беру растительная маселка а у меня еще мясо не посоленная ничего ну ладно я уже по ходу сейчас быстренько наше время уже дофигашка зачем полезно я масло здесь у меня юля что ты что ты что ты что ты девочка моя чуть-чуть наляю подождите я щас немножко вас подвину держитесь голова не кружится у вас оп смазываем протвенечек не знаю для чего но мне так спокойней легче на душе так видите я использую это от духовки протвенечек кругленький ну такой прикольненький потому что тот выгнутый а этот ровненький прикольно решетку ставлю его сверху на решетку и нормалек все хорошо так это ложка маленькая она неудобная неудобно берем побольше выкладываем картофан и как-то так вот или руками или ложкой не знаю короче половину у меня или мало картошки для большой протвенек ребята или мне еще можно поездить картошки я тут одним словом так все не закроется и не охота сильно много гору понимаете охота же раз мы съели все пойдет так а лук на мясо и под мясо или сверху на мясо давайте сделаем под мясо чтобы лук про этот самый пропитался да смотрите я беру вот так вот его чтоб он поразделялся добавляю лук прям так хорошенько вот так вот есть такое дело лук я чуть-чуть сверху посолю 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 так а теперь поперчу поперчу немножечко поперчу поперчу есть такое дело и чуть-чуть я добавлю майонеза майонеза много не бывает вот так все теперь я мясо я не знаю с двух сторон не буду солите сверху все это этот сам я отбила а и порезал на более мелкие кусочки чтобы удобнее было потом все это накладывать перекладывать закладывать накладывать сложить перелаживать так таким образом будет коса не ложечку теперь надо это все поставить посолить так а у меня же есть вот такая штукенция можете ее посолить посолить давайте это уберем и надо каждый кусочек прям хорошо так вот посолить сейчас опять скажет юлька много солишь нифига это ребят это с одной стороны я солю во вторых это морская соль именно вот эта вот которая сюда насыпана она менее соленая но не как обычная соль короче она не такая соленая так и перец можно прям и также помолоть помолоть но он так плохо перемалывается ну ладно вот так вот рука болит крутить мне когда-то говорили юля неправильно ты крутишь не в ту сторону я шучу не я всегда кручу полностью вот так вот делал кручу кручу как вот мельницу не знаю а мне писали надо вперед назад вот так вот так не сыпется ничего совсем чуть-чуть а вот так вот лучше сыпется так не дофига я этого перца большой кусок упал более на мне потом сделать с этим перцем мама опять много так сверху я уже не поливаю никаким майонезом выкладываю картошку вот как мне ее выложить так вот чтоб ну более-менее было равномерно ребят сейчас немножко тут придется повозиться руками иначе никак себе не помочь чтобы хватило но поле меня но прикрыла чтобы я не хочу еще картошку дорезать блин сейчас духовка конечно не очень удобно что там духовка стоит ее переставлять надо ничего она легкая на самом деле но меня больше морочить из того что у меня постоянно на ней что-то стоит там то миска с яблоками то моей салфетки какие-то то еще что-то там накидаем и мне она сверху загружена мне каждый раз с нее вот это вот снимать то что там на ней я наставляю вот это вот шум не лень сергей предлагал отдельную тумбочку и поставить как на кухне заходишь возле двери тумбочку и на нее это ну не знаю может быть еще подумаю а здесь стол освободился бы просто духовка как бы не каждый день пользуюсь так короче стараюсь равномерно как-то разложить закрыть все дырочки все трещинки я помню все твои трещинки поют твои мои песенки эге гей ну почему зимфиры помните такая песня так нормально картошки юля ты переживала ну ё-моё все отлично все хорошо прекрасная маркиза так последний докладываю выкладываю перекладываю все вот так вот я ставлю в духовку ребята сыром потом уже буду в конце натирать чтобы он у меня расплавился все нормально видите не сильно толстого должно быстро приготовиться все я занимаюсь сейчас переставляю переставляю так все ребятки ставлю ставлю опа тяжеленький в их портвенечек об закрываем я поставила на тут отметочка получается где-то 220 градусов примерно у вот так вот это вот 200 200 10 220 вот так вот ставлю я на то не знаю на минут 25 наверное вот так все пускай готовится вкусняшка лена уже ждет ужин еще немножко я уже ребятки достала насыпала сыр и сверху просто сеточку из майонеза сделала сейчас сыр немножко расплавится и все и готово лена уже просит а когда кушать тадам ребята посмотрите все готово поджарилась прям корочкой я хочу вот эту хрустящую она тетя женя кстати позвонила сейчас поле нам привезут на пару часов потому что с ней и покушать позвонит папа и заберет от подъезда блин я уже ковырять начала хрустящая кто тут ой здравствуйте ой здравствуйте как ваши дела девочки покажи в этом я видела в этот самый выкладывала в инстаграм сегодня поле вчера я на лайк ну раздегайся от чего я что-то в это боегрушек не видел то здрасте продают там в этом где эти самые да ну раздевайтесь ужин у нас картошка и салатик вкуснейший там не холодно поле на улице сегодня не я даже на улице не была мы потом может еще в магазин пойдем с папкой что-нибудь к чаю купим ничего к чаю нет приятного аппетита а мы в магазин идем куда мы еще можем идти вечером идем когда тишина спокойствие магазины полупустые потому что коронавирус мы любим по вечерам ходить пошел дети пришли от чаю ничего нет потом выражение саши зайдут чаю нет надо что-то купить сладенького дома мы пойдем в сельпу потому что надо еще животным посмотреть что-нибудь каши или печеного что-то да еду одолейте нас едят короче ваше а ваше 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 пока где ваше как и, сколько у вас есться, молоко блин я вот смотрю на огурцы у меня сегодня в картошке было огурцов пару штучек, да? ваше вот этих так хочу прям боже прям капец ваше ваше ворчугу 16 тригг что-то вот ваше ваше Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Куряча грудка на кости... Ребята, это вот такая штука, она бывает по акции, вот сегодня на неё попали, потому что так куриное филе стоит 120 гривен килограмм, а вот эта штучка стоит 60 гривен килограмм. То есть это на кости вот такая штукенция, и вот здесь вот, если перевернуть, вот два, короче, вот таких вот куриных филе, их отделяешь, а грудку пускаешь на супчик какой-то. Очень выгодно так покупать. Так, вот этот вот килограмм 60 гривен вышло на 84,35. Так, дальше... Майонез 23,69 премию 72%, он бывает только у нас с сельфом, ЭТБ у нас нет 72%. Так, печенка собачья, я взяла тут сколько, ой, сейчас поверну, короче, ребята, килограмм 26,99, у меня 2 килограмма на 55,76, разделить на части, морозилку и кашу собакам варить. Кстати, им очень понравилась вот эта вот овсяная, овсяно-гречневая, они ее так быстро съели, по 3 трилки в день ели, так что буду им такое варить. Дальше, так, пакет 2 гривны, кор, шар, кок, нач. Что это значит? Вот это вот, наверное, представляешь? Короче, это конфетки кокосовые, килограмм 199 на 25,47, шарм, обычно, с кокосовой начинкой. Так, потом, потом, ирис, рошен, джузи, это, наверное, вот это вот, да? Это такие вот жевательные и тают во рту, жевательные и разные. Килограмм 73 гривны на 11,17. Дальше у нас зеф, богус, билорожев. Ну, так вот на в чеке написано, билорожевый, билорозовый. Так, это зефир. Килограмм 74,99 на 18,90. Дальше, вафли КГЛАГОДА, Артек. Вот они, килограмм 60 гривен, 16,45. Артек, прикольный, да? Наверное, ну, разного есть качество. Ну, да. Прикольный, прикольный, не знаю, я их не люблю, что-то как-то. Так, дальше, яблоко, олени, гала. Килограмм 19,90 на 22,21. Зефир со вкусом латте. Я три штучки взяла на пробу, не знаю. Вот такое вот оно. Где здесь? Вот. Килограмм 76 на 11,24. И огирок. Огурцы солененькие, вот чуть-чуть сегодня в картофанчику взяли. Килограмм, да. Там они дороговатые просто, 74 гривен килограмм. На 16 гривен. А вот. И общая сумма у нас вышла 287,30. Предбачено для вас, вынагорода будет высшую. Вот так вот. Понятно. Понятно все. Что, папка, будем мы, наверное, убираться с тола? Да, я потом разделаю печенку, курицу мы поужинаем, наверное. Давай, мать, давай. Давай. Стекла кто-то выкинул. На дачу пригодятся. Там надо кое-что закрыть на даче. Открывайте. Это собаки пришли и медведи. Здравствуйте. Стоит, ждет. Пока бабу положишь. Заходи. Заходи. А ноги? Мыть. Срочно. Мы ноги мыть. Лена. Что? Конфеток. А с неба добрый. Намка дала. А собаки? Собака тоже хочет конфеток. Она любит. Собаки, тебе не дают? Та-дам. Та-да-да-дам. У нас ужин. Мы садимся кушать под вечер. Под ночь. Время у нас 22.10. Нормально. Это нормально для нас. Вот такая картофанчик. Очень вкусный. Очень хороший. Поля не стала есть. Я говорю, что ты сидишь, что ты не ешь? А у меня мама такую картошку делает, но сверху такого сыра нет. Я говорю, убрать тебе сыр? Да. Я ей повыковырила. Убрала сыр. В итоге она все равно не ела. Разве не голодная, да? Была бы голодная, ела бы. А Лена всю грелку навернула. Так, мы по картофану. Огурчики, они прям такие кисленькие. Салатик из капустки, морковочка. Ну, короче, овощи, витаминки какие-то. Чайок и этот самый. Что-то не пошел нам. Мы сегодня в обед сели смотреть этот, скажи мне. Игра престолов. Игра престолов, да. Во-первых, мы давно смотрели, уже подзабыли, кто что, кто за кого, где свои, где чужие. Сначала пересматривать надо. Да, и что-то как-то этот самый не пошло. Мы, скайпапка, скачал сериал Ольга. Нам тоже многие его советовали. И будем смотреть, сейчас посмотреть. Одну серию, а потом решим, короче. Вот так вот мы все сериалы, по чуть-чуть, чуть-чуть того, чуть-чуть того. Никак не можем определиться, что находится такого. Ну, который затягивает нас сериал, мы смотрим его. Ну, когда-то, да. А если, как бы, посмотрел и забыл тут же вроде как ее. И не смотрим. Ты что, меня близко опять снимаешь? Да не близко, нормально. Кажется, что так близко камера. Ну, а я отойду. О, мне так прям аж легче дышать стало. Все, ребятки. Потом тетя Женя позвонит. Ну, сестра моя зайдут в гости чай, еще потом попьем. И все. И спадки, и баинки. Всем спасибо за просмотр. Смотрите, пишите, звоните. Ставьте лайки, пальчики вверх. И подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.